Доброе утро! Вот так вот выглядит сегодня мой завтрак. Я его приготовила, используя одну рисовую галету. Затем сверху у меня тонкими дольками порезано одно небольшое яблоко. Если у вас большое, можете взять половинку. Затем сверху мое пирожное полито одной чайной ложкой меда. И также здесь находится одна чайная ложечка кедровых орешков. Также будет йогурт. Это соевый йогурт с абрикосом. И заварила мачу. Ее я заваривала без сахара и без молока. Сегодня в течение дня я выезжать никуда не планирую. И когда я целый день дома, то, девочки, я клею тейпы. Не на все лицо, конечно же, но на вот эту часть. Многие пишут, что куда исчез шрам. Да никуда он не исчез. Вот он. И никуда я его не прячу, ни под какими фильтрами. Но благодаря вот этим вот ленточкам, вот такие вот у меня тейпы, я уже показывала их. Покупаю я их постоянно на протяжении уже длительного времени. И для того, чтобы лоб не морщился, потому что мимика, она у нас у всех присутствует. И когда ты это делаешь постоянно, то мышцы привыкают. Потому что вот так вот наклеил, смотрите. И ходишь вот такой вот красивый со звездой во лбу. Но тем не менее, уже вот эта даже маленькая часть, она помогает тому, чтобы мышцы не двигались. Вот когда мы там щуримся, морщимся, ты только вот начинаешь щуриться или морщиться, ты сразу чувствуешь вот здесь вот сопротивление. От шрама никуда не деться. Я обращалась к косметологу, мне сказали, кто-то еще давным-давно в комментариях писал, что можно сделать бутокс, можно сделать укол геогронки, как бы там все рассосется, растянется. Я обращалась и во Франции, и в Украине, ответ был один и тот же. Сначала нужна шлифовка, а потом после этого видно будет, нужно чем-то его заполнять или нет. Но в принципе я всю жизнь с ним прожила и как бы забираюсь жить дальше. Так, ну сейчас покажу девочке косметику. Тоже спрашивали, какой косметикой пользуешься. У меня ничего такого сверх дорогого, сверх модного, разрекламированного нет. Вот такие средства по уходу за кожей лица я использую на сегодняшний момент. Кремы я периодически меняю. Сейчас пользуюсь Ревитолифт Дневной и Ночной от Лореаль. Затем мне очень нравится крем под глаза от Клиник. На сегодняшний день использую один раз в неделю сыворотку от Ланком. Есть у меня также две маски. Одна вот эта, которую я сейчас показываю, это увлажняющая маска. И вот эта вот антивозрастная. Также провожу курсами маски, которые я готовлю сама. Это чаще всего льняная маска. Она есть на канале, вы можете посмотреть и найти ее. Там я показываю, как я ее готовлю и как я ее использую. Маска очень хорошая и к тому же натуральная. Когда я не делаю скрабы, а использую только гель для душа, все равно продолжаю уход за кожей. Для того, чтобы улучшить циркуляцию крови, чтобы улучшить структуру кожи. Для того, чтобы убрать омертвевшие частички кожи, я использую вот такую вот жесткую натуральную мочалку. И также у меня есть очень жесткая вот такая вот щетка. Это мои средства по уходу за кожей тела. Вот этот лосьон на основе кокосового масла я наношу каждое утро. Он имеет легкую, приятную такую текстуру. Прекрасно впитывается. Имеет нежный, еле уловимый аромат. Затем после ванны или после душа наношу вот такой вот увлажняющий крем от Невея. Он продается практически во всех странах. И также после скрабов, когда я делаю скрабы 2-3 раза в неделю, наношу моделирующие средства. Можно использовать и антицеллюлитные. Сегодня буду готовить рыбу, запекать в духовке с овощами и с лимоном. Этот рецепт у меня есть на канале в различных вариациях. Но тем не менее покажу, как я это буду делать. Здесь у меня чуть больше килограмма красной рыбы. Но это не принципиально. Можно взять любой сорт рыбы. Можете взять жирных сортов. Можете взять более диетическую рыбку, такую как хек. Но если будете готовить хек, то желательно сверху смазать растительным маслом. Иначе она будет очень сухой. Затем у меня здесь небольшой кабачок цукини, как вы видите. И четвертинка сладкого перца. Для лимона на вот это количество рыбы мне понадобится сок половинки вот этого лимона. Также я сверху буду использовать вот этот соус. И поэтому рыбу я солить не буду. Но если у вас соуса такого нет, или вы решите готовить рыбу без соуса, а только с солью, то можете использовать пряности для рыбы или самую обычную соль. На рыбу я выдавила вот половинку лимончика. Порезала кубиками перец. Выложила также, как вы видите, в форму. И кабачок измельчила вот на такие тоненькие пластики ножиком для очистки овощей. И сейчас я тоже полностью покрою всю рыбку кабачками. Для пикантности совсем немножко соуса. Разогреваю сейчас духовку на 200 градусов. И запекаю рыбу, накрываю фольгой, чтобы овощи не подсохли. Примерно буду запекать минут 40-45. Необходимо смотреть по готовности. Я ничем не смазывала и воды также не добавляю, поскольку рыба, во-первых, это жирный сорт рыбы. И второе, кабачки дадут сок в процессе приготовления. Полностью готово. Как видите, и рыбка сок дала, и кабачки сок дали. Вот абсолютно не добавляла воды, а соус в рыбке есть. Сейчас покажу, как будет выглядеть моя порция сегодня на обед. Сегодня у меня будет протеиновый обед. И состоит он из растительных и животных протеинов. Кусок рыбки у меня потянул на 220 грамм. Затем здесь 60 грамм красной фасоли и 20 грамм свежего огурчика. Вот только вчера рассказывала, что ты на всем экономишь. А сегодня уже говоришь, что целую корзину белья принесла в спальню на глажку. Записывай, если не помнишь то, что ты врешь. Вот, ребят, но почему у вас только черное и белое? Если раньше я гладила практически все, вот кроме нижнего белья и носков. Хотя я лично знаю людей, которые гладили и эти вещи. Сейчас я глажу только самое необходимое. Но если для кого-то, наверное, экономия это отказаться вообще от всего, то для меня это ненормально. Если моя дочка придет в школу, выйдет на улицу или пойдет в гости к своим подругам в мятом платье, в мятой блузке, в мятой юбке и будет выглядеть неопрятно. Я вот свои вещи, которые от раньше я могла и джинсы гладить, полностью все футболки. Сейчас я стараюсь развешивать так, то, что я ношу дома, и оно имеет нормальный вид, я не переглаживаю. Но блузки, платья какие-то, сарафаны я продолжаю гладить. Зимние вещи, там свитера, какие-то брюки, естественно, там толстовки я не глажу, потому что оно после высыхания выглядит вполне нормально. Ну, вот вешать такие ярлыки, сказала, что экономишь, значит, ну все, я не глажу, я кушать не готовлю, я, ну, вообще ничего не делаю, пол не мою, потому что воду надо экономить. Скоро напишут, что и душ не принимаешь, потому что тоже нужно экономить. В туалет не ходишь или там в кусты какие-то, ну, знаете, такие крайности. Сегодня наш папа снова испек вот каких-то два шикарных пирога. Вот это вот с малиной, здесь только одна свежайшая малина. И вот этот вот фруктовый, здесь ананасы, виноград. Какая огромная, просто черника, клубника, малина. И у меня как раз разгрузочная неделя, когда я вот эту всю вкуснятину есть не могу. Ну, хотя бы поснимаю, полюбуюсь. Все равно не буду даже пробовать ягодки, попробую. А сам пирог есть не буду, потому что если дашь слабинку, то потом ничего не получится. У меня есть цель. Но, по крайней мере, вам покажу, какой вкусный сегодня у моего семейства будет десерт.